Справедливый базовый доход. Средства можно получить из идущих в фонд национального благосостояния доходов от продажи углеводородов. Или это утопия, чтобы наше национальное достояние служило всем гражданам России. А критиков и скептиков много. При монополии одной так называемой правящей партии в парламенте принять столь революционный законопроект невозможно. Вопрос риторический скажете? Здравствуйте. Это программа для понимания того, что происходит, будет или может происходить и как это скажется на каждом из нас и на стране в целом. Мы порой, да что там порой, довольно часто задаемся вопросом. Почему у нас такая богатая, с точки зрения природных ресурсов, по крайней мере, страна и при этом отнюдь не богатая в большинстве своем граждане? Вопрос риторический, скажете вы? Да нет же, абсолютно практический. Просто нужно не только говорить и с завистью смотреть на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива или ту же Норвегию, где природные богатства действительно являются основой благосостояния людей. Но и что-то делать в этом направлении. Фракция «Справедливая Россия» летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной, безусловной выплате всем россиянам, которая будет называться справедливый базовый доход. Справоросы предлагают начинать эти выплаты с наименее защищенных слоев населения и постепенно двигаться в сторону выплаты каждому россиянину. Речь идет о ежемесячной сумме в 10 тысяч рублей. Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то действительно это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране, считает лидер партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. Где взять деньги на эти выплаты, спросите вы? Средства можно получить из идущих в фонд национального благосостояния доходов от продажи углеводородов, сумма которых составляет 13,5 триллионов рублей. Миронов предложил направлять 90% этих доходов в фонд национального народосбережения. Из него и будет финансироваться регулярная выплата гражданину от государства – справедливый базовый доход. Есть еще один источник. В качестве альтернативы получения средств председатель партии «Справедливая Россия» за правду предложил ввести госмонополию на оборот и производство этилового спирта. Как, кстати, в истории и царской России, и Советского Союза и было. Почему 10 тысяч рублей, а не скажем 20 или 50? Да потому что это не взятая с потолка цифра, а точный просчет, который справедливороссам помогли сделать в Российской Академии наук. Сумма в 10 тысяч рублей была рассчитана из стоимости товаров и услуг первой необходимости. Это позволит россиянам быть более уверенными в условиях нестабильности и кризисных ситуаций в мировой и отечественной экономике, выстраивать долгосрочные жизненные стратегии. Но не породит у нас позицию иждивенчества, чего так опасаются некоторые критики законопроекта. А критиков и скептиков много. В том числе тех, кто справедливо полагает, что при монополии одной так называемой «правящей партии» в парламенте принять столь революционный законопроект невозможно. Госдума 7-го созыва выходит на закрытие весенней сессии 18 июня. В этой связи внесем законопроект этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы 8-го созыва. И я надеюсь, что там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный закон для большинства граждан нашей страны, поделился планами Сергей Миронов. А как вы считаете, было бы справедливо, чтобы наше национальное достояние служило всем гражданам России? Или это утопия, и кучка олигархов и топ-менеджеров госмонополий ни при каких условиях не захочет делиться своими сверхдоходами? Пишите в комментариях для понимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова